Следующая недельная глава называется ТЦВ. Это Шмот, Исход, 27-я глава, с 20-го стиха по 30-ю главу, 10-й стих, а 2-я, пророк Ехесхель, 43-я глава, с 10-й по 27-й стих. Ве ата ТЦВ, Эдбны, Израэль, Вейху, Элейха, Шэмен, Зайд, Захкатит, Лэмаор, Лэгаалот, Нэртамид. И прикажи сыдам Израиля, доставят тебе чистое оливковое масло, выжатое из маслин, ну, выжатое тут здесь так добавлено, из маслин для освещения, чтобы зажигать светильник, горящий постоянно. То есть, начинается о приготовлении масла для светильника, также указания об одеждах для Аарона и его сыновей, то есть священников, первосвященников, об эфоде, гашене, то есть нагруднике, меиле, верхней одежде, а также таких деталей одежды, как циц, мецнефет, кутанет, автоним и так далее. То есть, пластинку на голову, головной убор, рубахи, пояса и так далее. А также о посвящении Аарона и его сыновей. И о жертвоприношении, которое называется Тамид. Что значит Тамид? Всегда, да? Постоянно. Постоянно. Всегда. Хорошо. Итак, приготовить масло для светильника. Как же приготовлялось масло? Масло приготовлялось следующим образом. Это оливки и путем давления. Первое давление, это такое самое мягкое, когда оливки загружают в специальные сетки и ставят одна на другую. И масло выдавливается посредством чего? Естественно, выдавливания. И поэтому масло какое получается? Чистое или грязное? Это наиболее чистое. Масло, оно используется в храме для светильников. Но если применить излишнее давление, то будут повреждаться косточки олив и выдавливается пигмент и другие вещества из оболочки маслины. То есть, оболочка не должна выдавливаться, да? Вы маслины видели? Масло само оливковое светлое, но если добавляется пигмент, то какое масло будет более темное? Значит, для чистого масла такое не должно быть. Второй уровень меньшей чистоты масла достигался с помощью прессового давления, и это масло шло в пищу. Оно было менее чисто, но его объем был большим. И третий этап, когда разбивались вот эти косточки, и опять ложился под пресс, уже более тяжелый. И это масло используется для хозяйственных целей. Например, для приготовления мыла. Мыло легко приготовить в домашних условиях. Если вы возьмете кальцинировую соду и любой жир, и будете варить, получите мыло. И поэтому мы видим, что чем больше возникает как бы ваших собственных усилий, тем получается менее эффективный плод. И дальше, если масло отжато, его определенное время отстаивали. Потому что раньше сепараторов таких не было, когда в центрифугах под давлением масла как бы выдавливаются нижние более тяжелые фракции, верхние более легкие. Но для того, чтобы масло настоялось, его просто держали определенное время. И когда вы помните о том, что зажгли в Минару, да, вот хануки, ханукальная история, и масло горело восемь дней, да? Эта история вообще-то где, в какой части Торы, Танаха, или где-то записана? Записана. Даже мы в Акавеях этого не найдем, да? Мы даже этого в Акавеях не найдем. Впервые она уже упоминается у Рамбама просто как сказание. Как сказание. Даже в книге Макавея об этом нет. Упоминается эта история ханукальная впервые у Рамбана. Рамбама как сказание такое, как обычай еврея. Вообще не знаем, как оно было в действительности. Но это не просто восемь дней не хватило для настаивания масла. Оно уже настаивалось где-то около месяца. Просто не хватало восемь дней до полного срока. Масло в действительности настаивалось больше, чем восемь дней. Где-то примерно полтора месяца. Хорошо. И примеси все оседали, и затем масло уже фильтровалось чистое через льняную чистую ткань. И только оно тогда было пригодно для сужения свету. Очень интересно, что маслина это вечно зеленое дерево с мелкими листьями. У нас дикие маслины. Вы можете полюбоваться. Даже некоторые пробуют плоды. Вот такие немножко тепкие. Но, конечно, там масла мало в них, потому что плоды маленькие. Это дикая маслина. А культурная маслина, да, плоды большие. Но у нас культурная маслина не растет. Все-таки ей довольно холодно. Листья зеленые сверху и серебристые снизу. Когда ветер качает ветви, дерево как бы сияет и переливается на солнце. Оливковое дерево живет больше тысячи лет. Но что интересно, когда оно состарится, к нему можно прививать ветви дикой маслины. И оно опять начинает плодоносить. Дикая маслина, она сама не дает хорошие плоды. Даже если она привита на нормальной маслине. Что она дает? Листья, да? И эти листья дают питание. А какая все-таки маслина дает плоды? Старая маслина. Да, просто на старой маслине уже мало молодых побегов и почти нет листьев. И поэтому Павел, когда говорит, что вы маслина, привитая, он говорит об определенной роде сверхгодесной деятельности. То есть, этот был пример четко виден каждому человеку. А нам нужно это объяснять, чтобы мы поняли. О народе Израиля говорит пророк Иеремия как о зеленеющей свежей маслины. И еще, помните, есть у Захарии сравнение Израиля с маслиной. И есть еще, помните, когда видел нечто с Афонией, видел, что он видел? Он видел минору, да, и масличные деревья. И это герб Израиля. Мы знаем, да? Хорошо. Итак, минора. Минора должна была быть сделана из цельного, мы говорили, из цельного золота. Ее нельзя было разделять, ее нельзя было спаивать. Она сначала отливалась, а мелкие детали уже выковывались молоточками на месте. И если говорить о миноре, то минора – это видимая работа Господа на земле. Минора – это свет, это светильник Бога. Это светильник Бога. И Бог свет мой и спасение мое. Еще говорят, что Тара – Ара, да? Тара – Ара – это переводится учение свет. Потому что Тара – это что? Это свет. Это свет. А также еще сравнивается с душой человеческой, потому что душа человеческая, притч Мишлей 20, дробь 27, это есть что? Душа человека – светильник Бога. Поэтому минора также стивилизирует человека, способного принимать божественный свет с помощью Торы и добрых дел. По своей высоте минора была в 18 ладоней и соответствовала среднему росту человека. Но так как она была на подставочке, то это получалось, что она немножко выше роста. Поэтому, чтобы зажечь минору, надо было подняться вверх. Поэтому, говорится, следующая отъезд глава – Бегалатха. То есть поднимаясь, чтобы зажечь минору. Чтобы зажечь минору. И минора также символ полноты. Семь число, вы знаете, очень важное. Это семь дней в неделю, семь праздников в основных, семь очей Господних. И также, когда говорится о семи, да, семь – это число совершенства. Семь число совершенства. И четвертое значение миноры. Минора – это герб Израиля. Итак, если вам скажут о значении миноры, да, первое, мы говорим, это видимая работа Господа на земле, потому что Господь есть свет и Тора есть свет. Второе, минора – это символ человека. Третье, минора – это символ полноты, потому что сем – это число полноты. И четвертое, мы говорили, что минора – это герб Израиля сейчас. Следующее говорится о одеждах, одеждах первосвященника. Одежда имеет очень важное значение. Видите, на иврите одежда называется платье семла. Семель – это символ. Вот смотрите, по одежке мы узнаем человека, правда? Мы сразу видим крутого рэкетира или какого-нибудь другого человека, бомжа, бизнесмена, секретаршу или женщину определенного рода занятий. Все видно сразу по одежде, правда? А в древности это еще более было выражено, потому что каждый клан, каждый род имел определенные особенности одежды. даже вот евреи кипа, кипа бывает у разных евреев. Вот сейчас у меня кипа такая, как у азиатских евреев, потому что мне подарили, да, помните? И она привезена, да, она привезена из Азии, эта кипа. Вот, есть кипа других форм, у хасидов, да, шляпы, например, головные уборы, и даже шляпы хасидов бывают разные. Есть разновидность хасидов, которые носят кепки, как товарищ Ленин. Потому что кепка, это слово кипа, родственник, тоже головной убор, который для определенного рода хасидов. Некоторые хасиды, это вот старые хасиды, носили такие головные уборы из листьев шкур. Или, вы помните, рабе Якова? Ему подарили такой штраймл, называется вот это, если взять чернобурку, да, и обшить вокруг эту кипу, получается, такое, вроде береты, или шляпы. Да. То есть, по одежде тоже различные виды хасидов, тоже носили разные одежды. Некоторые носили галстуки, некоторые носили ранние хасиды, не носили галстуки, как и 50-ти. Они говорили, что галстук это геринг, геринг, но идише означает селедка. то есть, по одежде мы сразу могли определить, какой группы этот человек. И вот, что пишет Рамбам об одежде. Платье ученого это красивое и чистое платье. Недопустимо, чтобы на его одежде было загрязнение или жирное пидно и тому подобное. Пусть не выделяет он ни царского платья, ни золотые и пурпурные одежды, вызывающие всеобщее внимание, ни платья нищих, унижающих того, кто его одевает, но его одежда должна быть обычными и красивыми. Тело не должно просвечивать сквозь покровы. Такие, как легчайшие льняные одежды, которые выделывают в Египте. Если женщины некоторые носят очень прозрачные одежды, ее в синагогу не пустят. Женщина, как мы уже видели в прошлом году, заходящая в синагогу должна иметь какое-то платье, рукава ниже локтей, и юбка ниже колен. И одежды не должны быть обтягивающие или подчеркивающие определенным образом части тела. Одежды не должны волочиться по земле, как одеяния высокомерных, и пусть не одевает он многократно латаную обувь в летнее время, но в сезон дождей можно, если он беден. И есть такой свод еврейских законов, Шульхана Рух, он полностью посвящен один из разделов одежды и порядку надевания ее. В против Шульхана Рух именно пишется, что надо становиться с правой ноги и начинать одевание с правого ботинки, с правого носка и так далее. Поэтому есть такое выражение «стал не с той ноги». Ну, вы сами понимаете, что это не Тора, это есть комментарий к Торе. Безусловно. На Ирлите глагол одеваться лильбош, а одежда бегет или лаваш. Видите, голый человек бош или буш. Что такое бош или буш, вы помните? Позор. Позор. Буш это позор. Адам до согрешения он был какой-то голый, да? Но после согрешения он казался голым бош, то есть в позоре и спрятался за кустик. И он был первым бушменом. Понимаете, по-английски буш это что? Куст, да? Видите, такая вот интересная ассоциация. И лебош это одежда, да? Лильбош одеваться. Значит, лебош одежда для голого, для стыдного. Еще второе название голый это арум. Арум, помните, мы уже говорили об этом, хитрый, коварный лукавый. И змей был какой? Арум, хитрый, да? И когда человек оказался голым, он тоже оказался арум. И пришлось Богу сделать одежды для Адама. И если еврейская традиция говорит, что раньше он был в одеждах света, ну вот Кокон фильм смотрели, вот там были такие человечки светящиеся, да? Их невозможно было увидеть, одеты он, не одеты, когда он снимал человеческую кожу, да? Вот так примерно выглядел Адам. А потом этот свет существует, то есть он и сейчас этот свет существует, некоторые люди могут видеть его. Вот видели, ореол, ауру такую вот. Я, как слепой человек, иногда вижу ауру, иногда не вижу, но бывает, что вижу ауру людей. И если человек находится в состоянии экстаза, да, молитвенном таком, то это свечение что? Увеличивается. Да, это реально, мы можем увидеть, но свечение сияния лица Адама было видно в очереди. Также было видно сияние лица Авраама, который что? Сходил с горы. Да, это Моисея, извините, сияние лица Моисея, когда он сходил с горы. Еще бегет, бегет от одежда, значит, бет, гимель, далит, от беге, беге, это покров одежда, мантия, а также обман и предательство. Обман и предательство. Мы можем обмануть одежды другого человека? Один человек может одеться мужчиной, другой может одеться женщиной, оказывается, что это все наоборот. Также можем одеться в какую-то другую одежду и про нас подумать, что мы совсем другие люди, не такие, как есть, правда? Поэтому обман и предательство. Но есть, говорится, святые одежды, да, big day kodesh, big day kodesh, то есть святые одежды, святые одежды. Да, big day kodesh, big day kodesh это святые одежды, или одежды святости, первое слово, одежды, второе слово, святой. Как образуется, вы видите, если big dim, big day И в Торе часто сравнится чистая одежда, это что? Белая одежда, святость. Экклезиат, например, говорит, пусть твои одежды будут белые, а грязные одежды – это недостойные и злые поступки. И часто связано с грехом и кровопролитием. Поэтому говорят, одежды какие? Красные, да? Красные от крови, но я их убелю. Итак, 28 глава начинается. «И приблизь к себе Аарона, брата твоего, и с ним его сыновей и среды сынов Израиля для служения мне, Надава, Авеу, Элиазара и Тамара, сыновей Аарона. И сделай священные одежды для Аарона, брата твоего, чтобы вы посчитали его и восхищались великолепием его облика. Обратись ко всем мудрым сердцем, к тем, кого наполни я духом мудрости, и сделают они одежды Аарону, освящающей его для служения мне». Вы видите, что мало быть искусным мастером, надо быть исполненным духом святым для того, чтобы сделать так, как велел Господь. И вот одежды, которые они сделают. Записывайте. Хошен. Хошен. Что означает? Нагрудник, да? Эфот. Эфот. Это такое типа фартука. Одеяние. Мантия. Клечетый хитон. Хитон, кутанет. Это что? Рубаха. Тюрбан. Тюрбан и портис. Сделает ему священные одежды. Сколько у нас получилось? Хошен, эфот, мантия, хитон, тюрбан и пояс. Шесть, да? Тюрбан. Головной уборщик такой. Вот. То есть, вообще-то там восемь одежд было, получается. Четыре типа одежды носят все священники, и еще четыре типа одежд, да, одевались только первосвященнику. Из чего они изготавливались? Золотые нити, голубая шерсть, багреница, червляница и льон. Помните, мы говорили, червляница – это немножко другой цвет. Это не совсем такой ярко-красный цвет. Да, поэтому получается четыре цвета, и четыре, мы говорим, Евангелие, четыре служения Иешуа Мессии. Слово Аарон очень похоже на слово Аарон, да, ящик. Но Аарон, Аарон – это что? Да, это особо, это особо, да, светящееся. Вот слово Ор, Ор – свет. А Аарон – ящик, да. Аарон – это означает вместилище света. Имя Аарон означает вместилище света. И было у него четыре сына. Первого звали Надав, что означает великодушный, щедрый и готовый помогать. Надав – великодушный, щедрый, готовый помогать. Авиуд, авигу, если точно говорить по-еврейски, авигу – он мой отец. Потом был Елеазар. Елеазара мы еще имя встречаем. Где мы встречаем Елеазара имя? Когда мы говорили, кто сватал кому-то невесту? Так. Авраам через Елеазара, да, сватал невесту своему сыну Ицхаку. И мы говорили, что Елеазар, он что воплощение чего? Духа Святого. Хорошо. И Тамар, от слова Тамар, это что? Пальмовая ветвь. И Тамар его звали. И Тамар. И Тамар без пальмовой ветви, получается. Без пальмового дерева. Да, Тамар – это пальма. Итак, были сделаны Биг Дэй Кадеш. Покров Биг Дэй. А Кадеш – это свято-святой храм. Для чего? Для того, чтобы было кого-то честь, уважение, слава, почет и величие. Когда одевался Аарон в свои одежды, то все видели его славу, как подобную славы Господа. Мы можем сказать, что когда Аарон выходил к народу, он представлял собой Бога, да? И все могли видящее и славу Бога видеть. Но вот эти верхние одежды, когда он входил в Божье присутствие, он снимал. И в святое, святое святых он входил, как обычный, как обычный священник. И все одежды, в которых он входил в святое святых, какого цвета были? Белого. Только белого цвета. Хотя вот эти одежды верхние, да, святые одежды, они были четырех цветов. Еще разочек, давайте перечислим, каких цветов нам это нужно. Да, золотое, багряное, да, червленое. Так? Да. Хорошо. И, да, тхелит голубое-белое. Хорошо. Итак. Руах-ахамат, дух премудрости. Руах – это ветер, ветер, дыхание, воздух, да? Это не просто мудрость человеческая, да, хохма. Это мудрость Божья. Эйфот. Эйфот – это такой специальный, надевался типа передника. Вот на этот эйфот сверху надевали хошен, нагрудник. Вот видите? Вот рубаха длинная, да? Сверху плащ, меюль. Здесь эйфот, да? И в центре что у нас? Да, в центре у нас нагрудник, хошен. Итак, эйфот из нитей золотых, голубой шерсти, багреницы, черединицы и льняных нитей, скрученных вместе. И две лямки, свиняющие его по обе стороны, должны быть у него. И будут они пришиты к эйфоту. Справа, да? И слева. Справа и слева. И сверху на этих лямках что находились? Катафоты или эпалеты. Катафоты или эпалеты. Вот так выглядел. На грудник вид спереди, этот эйфот. Вид спереди, да? Вид сзади. Хорошо. Однокоренные слова. Афат. Это опоясываться, подпоясываться. А также эйфет славить. И фада искуплять. Освобождать, спасать. И велся пояс, чтобы подпоясывать эйфот. Итак, мы должны быть, как быть, припоясаны. Мы должны быть припоясаны. Хорошо. Были нарамники. Нарамники. От слова кит-фа, эпалет. Катеф, плечо. Китеф, нести на плече. А на этих нарамниках они выглядели точно, как эйфолеты. С кисточками, да? И вот аксельбанты тоже были у первого священника. Как у офицеров, да? А в центре этих эйфолетов находились камни. Справа камень, да? И слева. Один камень говорил кэн, да? Другой камень ло. Когда заходил священник и задавал вопрос, он становился перед занавесью в святое святых и обращал лицо к ковчегу и задавал определенный вопрос. Да или нет? И так далее. Камни эти светились. Если нужно было задать более сложный вопрос, использовались и камни хошена, нагрудника. Вообще, евреи, видите, изобрели первый мобильный телефон. Правда? У меня сейчас нет времени, но в прошлом году мы это разбирали. Как был устроен мобильный телефон, которым пользуются евреи. И поэтому там были два камня из оникса и вырезаны на них имена сынов Израиля. Шесть имен на одном камне и шесть имен на втором камне. Видите, Бог на своих плечах носит нас, да? Всех сыновей Израиля. Хорошо. А вторая часть, да, это был... А, вот еще два шнурка из чистого золота. Витыми их сделай, подобно канату, и прикритишь эти витые шнурки к оправам. И цепочка, да, шар-шарет. Слово шир-шур. Соединение. А слово шара – погружаться, погружать, пропитывать, смачаться. То есть, это уже похоже на глагол баптиза, да? Вот. Эти цепочки, они сплисают с правого на левый нагрудник. И это что у нас получается? Аксель-банты, да? Витые золотые цепочки. Я сейчас просто не имею времени, мы когда-то разбирали это более подробно. Хошен-нагрудник. Хошен-нагрудник, да, представлял собой такая пластина. И здесь было по три камня, четыре ряда камней. Всего камней сколько получалось? Двенадцать. А теперь посмотрите на ваш мобильный телефон. Там где десять этих вот, да? Сколько там получается? Тоже двенадцать. Десять плюс энтер и так далее. Похоже? Только все управление мобильным телефоном у него было вот тут. Вот так смс написал Богу. А Бог ему отвечал. Потому что на каждом камне были определенные буквы, да? Точно как вот у нас три-четыре буквы соответствуют на одной клавише телефона. И получалось, в общем, в общей сложности были все буквы еврейского алфавета. Да. Так что это был самый натуральный мобильный телефон. И слово нагрудник там хошен, хошен, видите, хаш, грудь. А также, видите, на хаш, помните, мы говорили, змей, хитрый. И еще он назывался хошен мишпат, то есть нагрудник судный, да? Судный. Здесь имеется в виду не только судить кого-то, но и рассуждать, размышлять. То есть посредством этого хошена Бог передавал какой-то определенный. Ответ. Вот так выглядел нагрудник хошен. Видно? Вот. Телефон. И здесь написаны буквы. И были определенные камни. Записывайте. Да? Значит, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три и так далее. Четыре ряда. Первый ряд. Рубин соответствовал Реувену. Рубин, Реувен. Даже похожее название. Есть такая фамилия тоже Рубин, да? Да. И означает Реувен. Тапаз. Тапаз. Это камень Шимона. Реувен, Шимон, Леви. Изврут. Да? Это Леви. То есть по порядку сынов Израиля. Карбунку. Карбунку и Игуда. Второй ряд. Карбунку и Игуда. Да. Второй ряд. И под каждым камнем еще оставляйте место. Вы будете дописывать качество этого камня. Карбунку это Игуда. Сапфир. Сапфир и Сахар. Алмаз. Завулон. Да. Яхант. Яхант. Дан. Яхант. Дан. Агат. Нафтали. Агат. Нафтали. Агат. Ну, агата крести. Аминь. Аметист. Аметист. Это Гад. Соответственно. Хризалит. Ашер. Оникс. Йосиф. И Яшма. Беньямин. Записали, да? Нет. Я говорю, по три камня. Да? Четыре ряда. Первый ряд. Рубин. Тапаз. Изумруд. Второй. Карбунку. Сапфир. Алмаз. Третий. Яхант. Агат. Аметист. И четвертый. Хризалит. Оникс. И Яшма. И мы говорили, да. Яшма. Беньямину. Беньямину, соответственно. Да. А Оникс. Сейчас посмотрим. Оникс. Йосифу. Ну, давайте все 12 опять перечислим. Рубин. Реувен. Тапаз. Шимон. Изумруд. Леви. Карбункул. Ягуда. Сапфир. Исахар. Алмаз. Завулон. Яхант. Дан. Агат. Нафтали. Аметист. Гад. Хризалит. Ашер. Оникс. Иосиф. Яшма. Беньямин. Рубин. Камень красный. Поэтому Адам. Человек красный. Дам. Это кровь. И это показывает и напоминает, что если человек согрешит, то для искупления грешника что нужна? Кровь. Значение камней. Подписывайте тоже под каждым камнем. Тапаз. Зеленый. Зеленый камень. Да. И еврейское название Питеда. Питеда. И это можно перевести в значение как искупленный. От слова «пода» – искуплять, освобождать, спасать. То есть, вначале мы какие? Красные, как кровь от наших грехов. И мы нуждаемся в чем? В жертве. Затем второй камень свидетельствует искупление, освобождение. Да. Следующий камень – изумруд. Называется на явлите «барекет». От слова «барак». «Барак» – это яркий свет, блеск, молния. Да. А также «бар» – чистый, очищенный. Сын. «Барур» – изумруд зеленого. Да. «Барур». «Барур» означает «ясный, яркий». «Барур». Хорошо. Итак, если мы подобны Сыну Божьему, да? Изумруд – это подобие Сына Божьего. «Идан колену Леве», потому что эта колена освещала мир светом изучения Торы. Следующий, второй ряд. «Карбункул» – зеленоватый камень, представлял собой Игуду. И на иврите он называется «нафех». Однокоренные слова. «Пах» – это бутылка, фляжка, кувшин или ваза. «Пах». Бутылка, фляжка, кувшин и ваза. Кажется, разные вещи. На иврите одно слово. «Пика» – бить ключом, литься потоком, капать каплями. А также «пиех». «Пиех» означает покрасить глаза в голубой цвет. Отсюда «пух». Пух со временем иврите «пух». Запомните, женщине это слово. «Пух» – это означает карандаш для подкраски век. Поэтому, вы помните, дочка была. Иова, да, Керен, Гейпух. Луч, да, луч, как бы, глаза на веки. Луч для век, можно так. Да, луч свет для век. Следующий камень. «Сапфир». «Сапфир». Подходит такой же, если не читать огласовки, получается, как «сэфер». «Сапфир», «сэфер». И отсюда еврейские фамилии «шапфира» – «шафира». Означает «сэфер», «сапфир» – это кто? Учитель, книжник. Учитель, книжник. Да, тоже «сэфер» – это считать, исчислять и отрезать. Волосы обрезать. И поэтому мы спораем ножницы. И «дэм», «миспорай» – это перехмахер. То есть резать, считать, читать одно и то же. И «сэфа» разрушать, «сэфир», «сэфир», вы говорите, «сэфа» – да, разрушать, уничтожать, умирать. И этот камень обладает интересным качеством. Он прозрачный и открытый для других. Этот камень символизирует тех людей, у которых нет затаенных мыслей. А также он символизирует небесный город Иерусалим, чистый и прозрачный. Чистый и прозрачный. Следующий камень Завулона – алмаз. Алмаз на иврите «яхалом». «Яхалом» – что означает «победитель». От слова «милхама» – тот, кто побеждает на войне. «Яхалом» – победитель. И от коры «халам» – ударять, бить, превозмахать, стучать, подходить. Итак, помните, алмаз – это камень-победитель. Он побеждает все другие камни. Победить его ни один камень не может. Алмаз, он не белый, как сказать, зависит от освещения, правда? Он может искрыться всеми цветами. Он бесцветный, да. Бывают желтоватые алмазы, бывает голубоватого цвета алмазы, бывают алмазы чистой воды, правда? То есть говорят, что они совершенно прозрачные. Хорошо, следующий ряд камней. Бывают, но редко. Да. «Яхант». «Яхант» на иврите «ле-шем», то есть «к имени Божьего», «святой для Бога». «Шем» – это имя, «ле-шем» – к Божьему имени. Или от «шамаем». «Шамаем» – небеса. И этот камень святой. Святой для Бога, посвященный Богу. «Яхант». Какого он святого «Яхант»? Мне не записано. «Яхант». Следующий – «Агат». «Агат» – драгоценный камень. «Нафтали». «Нафтали» по-еврейски «шево». «Шево» означает «вернувшийся». «Блудный сын, вернувшийся». Помните, «шав» означает «возвращаться». Отсюда возвращение обращения, как «чуа». Хорошо. Итак, «шав» – раскающийся, вернувшийся, покающийся грешник. Камень черного цвета напоминает сердце грешника. Но когда этот камень – грешник раскаивается, и этот камень становится тоже святым для Господа. Хорошо. Следующий камень – «Аметист». Видите, каждый камень имеет определенное символическое значение. Аметист – «Ахелама». «Ахелама» можно перевести как «сильный в Боге», а также «халам» – это «видеть сны, видения». То есть пророк, да, видящий сны и видящие видения. Как называется? «Бааль-халамот». «Бааль-халамот». «Халам» – также сон, мечта. И «хай» – «сила, крепость», да, а «хайаль» означает «достойный» или «солдат». А «женщина достойная», да, помните, как? «Иша-хайалет» – буквально получается «женщина-солдатка». В качестве женщины-солдатки мы можем прочесть в 31-й главе, да, притч. Следующий камень – это «хризалит». «Хризалит». Его название – «таршиш». «Таршиш» – это камень Ашера. Говорят, что он золотым цветом напоминает оливковое масло, которым был богат надел Ашера. И о хлебе Ашера сказано, что он был сытым. И еще название «таршиш» носит, есть «таршиш-тарс» – это город, откуда был апостол Павел, да. И еще «таршиш» – это старое название еврейских берегов Испании. Поэтому мы не знаем, в какую сторону бежал Иона, да, он бежал в «таршиш». Может быть, он где-то бежал в Малую Азию, но, скорее всего, он двинулся аж в Испанию. «Тарш» – город Малой Азии и одноименный город Испании. Видите, от слова «рэш» – слабый, бедный, нищий. Соответствует украинскому злыдень. «Рэша» – злодей. «Рашут» – территория. «Рашеш» – доводить до бездности, разрушать. И видите, с одной стороны, камень Ашера – это камень богатства, потому что он символизирует хлеб и оливковое масло. Но, с другой стороны, если это без Бога, то что все это будет? Разрушено. «Оникс». «Оникс». И помните, из «Оникса» были сделаны еще камни, которые находились на катафотах, то есть на плечниках. Да. И это камень Иосифа. И еврейское название «Шагам». «Шагам» – от слова «шем» – имя, репутация, божественное имя, известность. И «Шава» – быть похожим, стоящим, равным, подходящим. То есть «Шагам» – это получается соответствующий или подходящий Божьему имени. Соответствующий или подходящий Божьему имени. Это камень «Оникс» и камень Иосифа. И помните, Иосиф, он наиболее близко соответствовал значению «Мессии», если говорить из всех двенадцати, да, из всех двенадцати наших праотцов этих. Так, «Яспис» – «Ешма». «Ешма» – «Ешма» или «Яспис». На еврейском языке «Яшафе». «Яспис» – по-гречески «Яшафе». На еврейском языке, потому что греки не выговаривали еврейских шипящих. А слово «Шафа» выравнивает делать гладким, быть тихим, спокойным. И «Шафуи» тоже выравнивает делать ладким, кроткий, мягкий, сбалансированный. Оттуда кроткое и мягкое такое животное, мягкий, белый и пушистый, и кроткий шафан. Кролик. Шафан – кролик. «Ешафе» – это камень Беньямина, или «Яшма». Гладкий, кроткий, да, и похожий такой вот как белый и пушистый, как кролик. Но камень не белый, по-моему, цветной, да? Кто видел «Ешму»? То есть самых разных цветов. Самых разных цветов, да. Хорошо. И таким образом они закреплялись на Ифоде, и Хошене, эти камни. И можно было таким образом, да, и можно было таким образом выяснять истину. Следующее – «Меиль», «Меиль», «Меиль» или «Плащ», или «Мантия». Вот смотрите, на что он похожий. Да, прям пончо такое. Да, похоже на пончо. Обыкновенно такое длинное. Покрывало и дырка в голове. Да, здесь обшивалось специально. Да, специально обшивалось, чтобы не могло разорваться, да? Помните? Да, для головы. А внизу находились бубенчики. Для чего были бубенчики нужны? Чтобы сверхсвященник, да, если вдруг что, типа не влезай, убьет, да? Вот и было там с одним тоже, который влез. Пьяный, пьяный ежик влез на провода. Только обдолбануло, вылезли глаза. Покупайте, люди, изоленту. И эти бубенчики, да, имели вид гранатов, или там, говорят, яблок, да? Вот. И таким образом, если священник заходил в святой святых и слышался звон, значит, скорее всего, что он живой. Если нет, то ему привязывали за ногу веревочку, и надо было сразу его вытаскивать. В случае чего? Да. И называются эти поамоним, звонинки, да? Поам, да, поам колокол. Поамоним звонилки, можно сказать. Поамоним. Колокольчики. В русской Библии почему-то они называются позвонки. Вы говорите, в русской Библии позвонки. Какие там позвонки были? Колокольчики, да, слово звонить. Да, венец, циц, налобная пластина. Циц, циц, и там было написано Святой Господу, да? Кадош ле хай. Имя Господа. Кадош ле ягвы, да? Юдгей. Кадош ле ягвы. Святой, святый. И тюрбан, и тюрбан. И еще был такой клетчатый хитон. Это длинная рубашка. Видите? Она была такого клетчатого типа, из витых тканей, нити различных цветов. А тюрбан, вот, выглядел, как обычно тюрбан. Но еще некоторые говорят, что головная убор, вот, имел такой вид. И вот, если мы посмотрим корону русских царей, да? Она очень похожа на корону кого? Первого священника. Хорошо, делаем. Первый. Первый.